В сети интернет можно найти огромное количество вариантов проращивания. Мы решили провести эксперимент и понаблюдать, какой способ из отобранных нами окажется более эффективным. Для приготовления рабочего раствора на основе перекиси водорода вставить литров воды, разведите 1 чайную ложку перекиси, замочите семена в этом растворе на 60 минут. Для приготовления рабочего раствора на основе гумата, я следуя инструкции, развела 10 мл вещества в 100 мл воды. В этом растворе выдерживаете семена в течение 24 часов. Для проращивания семян можно использовать хлореллу. Следуя инструкции, замачиваю в ней семена на 7 часов. Затем промываю семена и также складываю во влажный бинт. Для приготовления рабочего раствора на основе эпина добавляю 2 капли эпина, 100 мл воды. Семена в данном растворе выдерживаете 60 минут. Для приготовления рабочего раствора на основе янтарной кислоты растворите 1 таблетку кислоты, предварительно измельчив ее в 100 мл теплой воды. Добавьте семена и оставьте на 60 минут. Шестой день. Семена обработаны эпином. Появился первый росток. Семена обработаны хлореллой. Пока ничего. Семена обработаны янтарной кислотой. Также есть один росток. Семена обработаны перекисью водорода. Один росток. Семена обработаны биогоматом. Пока ничего. Седьмой день. Семена обработаны эпином. Один росток по-прежнему. Семена обработаны хлореллой. Ни одного ростка. Семена обработаны янтарной кислотой. Здесь уже два ростка. Семена обработаны перекисью водорода. Один росток. Семена обработаны биогоматом. Ни одного ростка. Восьмой день. Семена обработаны эпином. По-прежнему один росток. Семена обработаны хлореллой. Один росток. Семена обработаны янтарной кислотой. Здесь уже ситуация получше. Четыре ростка на всех семенах. Семена обработаны перекисью водорода. Два ростка. Семена обработаны биогоматом. Пока ничего. Девятый день. Семена обработаны эпином. Два ростка. Семена обработаны хлореллой. Один росток. Семена обработаны перекисью водорода. Два ростка. Семена обработаны гуматом. Один росток. Десятый день. Семена обработаны эпином. Все семена с ростками. Семена обработаны хлореллой. Два ростка. Семена обработаны перекисью водорода. Три ростка. Семена обработаны биогоматом. Три ростка. Одиннадцатый день. Семена обработаны хлореллой. Два ростка. Семена обработаны перекисью водорода. Все четыре ростка. Семена обработаны биогоматом. Три ростка. Двенадцатый день. Семена обработаны хлореллой. По-прежнему два ростка. Семена обработаны биогоматом. Три ростка. В этом итоге отмечу, что лучше всех сработали предварительные обработки семян эпином и янтарной кислотой. С небольшим отставанием показала себя перекись водорода. Но сработала тоже достаточно хорошо. Чуть слабее оказались обработки биогоматом и хлореллой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok